итак тема проповеди будет называться прими истину ну все просто и да уже можно даже не проповедовать мы же все приняли истину мы же все живем истиной что какая может быть проблема о чем вообще тут можно сказать друзья все не так просто честно не так просто можно поверить в истину но не принять ее можно поверить что например это лекарство тебе поможет но ты его так и не принял оно тебе помогло бы как один служитель говорил у меня может быть целая комната мыла но мои руки могут оказаться грязными потому что я так и не употребил это мыло он говорил в этом в этой речи что почему кровь иисуса да которая была пролита за каждого человека почему она не мы не омывает каждого человека потому что это нужно сделать это нужно осознать это нужно принять она есть теоретически все иисус пролил свою кровь чтобы мы были омыты но тебе это нужно сказать тебе это нужно приобрести произнести тебе нужно это применить своей жизни истина она дана для того чтобы скажем так истина это слово от бога когда бог творил землю то звучало истина земля принимала истину и преображалась например бытие 1 3 и сказал бог да будет свет и стал свет а когда бог сказал да будет свет когда второй стих говорит земля же была без видно и пуста и тьма над бездну и дух божий носился над водою видите когда бог сказал когда была земля без видно и пуста вот на такой земле прозвучала истина и земле ничего не оставалось больше делать как просто принять эту истину что свет теперь на этой земле на которой не было света появляется свет и заметьте здесь еще солнца нету это не солнце это свет потому что в нашем представлении свет исходит от солнца да но здесь появляется раньше свет раньше чем солнечный свет у земли нету свободы воли поэтому если бог говорит она так и происходит в точности она не может быть нарушена она не может быть искажено если бог говорит да произрастет земля зелень там и траву и так далее полевую и так и будет потому что у земли нету больше вариантов когда бог говорит слово божье свое слово говорит в жизнь человека то там есть два варианта вариант 1 раскрыть свою землю и принять до как семя рыхлая земля второй вариант закрытым быть и не принять зачем я не могу я не верю и не понимаю есть земля которая принимает слово божье да и на ней появляется свет и на ней происходят перемены смотрите земля была без видно и пуста скажем черно-белая просто а потом она стала яркой цветной просто в самые невероятные краски появились на земле жизнь закипела вот когда истина приходит ее принимает там кипит жизнь потому что бог это не носитель жизни он сама жизнь если он что-то говорит мертвая оживает бог может сказать камню камень расцветет красивее любого цветка вы будете смотреть на скалу если бог скажет он расцветет она вся будет красивая очень невозможное становится возможным в реально реально эти вещи были невозможные чтобы земля темная стала светлой это невозможно но не для бога есть земля которая распахивается для семя слова божьего туда семя падает и земля преображается она начинает плодоносить но есть земля закрытая сухая не распаханная каменистая пока они слышали в школе такое выражение я слышал как об стенку горохом не только в школе да то есть в тебя в тебя кидают семена слова божьего отскакивает и почему почему отскакивает от тебя почему семя должно упасть и застрять в тебе ты земля скажи я земля в тебе должно застрять семя слова божьего если она в тебе нет не падает не застревает она не может плодоносить твоя жизнь не сможет измениться но если ты примешь слово божье если ты примешь истину такой какая она есть она никому не нравится даже те люди которые улыбаются и говорят говорите мне истину они не любят истину мы люди признаемся честно да из одного теста сделано не любим истину мы хотим что было по нашему мы хотим что было вот так а если не так то и все помните да вот этот нейман сирийский военачальник великий человек полководец он услышал от маленькой девочки что есть такой человек в израиле если бы мой господин поехал бы к нему то исцелился бы от проказа своей проказа это как спит это хуже знаете от которого нет излечения и он имеет богатство имеет влияние имеет уважение он с полуслова любой солдат там за него жизнь отдаст в бой кинется и так далее и он вот так просто гниет и умирает просто представь вот просто ходишь и и ты гниешь просто человек гниет все отваливается там шоу шоу нос отвалился шоу уши отвалились там оба ноги нету на одной продолжает идти смотрите и он собирает прям посольство свое едет к царю и говорит где мое исцеление да он думал что он вот таким образом заедет свое чудо царь такой он чего войны хочет какой как я его могу исцелить я здесь причем понимаете всего лишь то надо было пророку идти и вы знаете что или даже не вышел к нему он не вышел он сказал истину он сказал истину если ты примешь истину ты будешь исцелен что он сделал он разозлился ковровые дорожки красные не постелили фанфар не было фейерверков не было никто не встретил я тут стою что это такое и слуга ему говорит господин мой если бы он тебе что-то сложное сказал не выполнил ли бы ты он говорит конечно бы сделал так тебе простое сказали прими истину а в чем была истина пойди разденься и окунись в иордании семь раз чего сложного но ничего сложного правильно так и в нашей жизни истина звучит ничего сложного все понятно ну что то не принимаем иногда принимаем по настроению наверно да иногда заходит прям истина и обличение заходит и исправление и все и любовь божия заходит а иногда просто ничего не заходит кроме негатива и вот смотрите благодаря вот этому слуге мудрому слуге окружайте себя людьми людьми мудрыми которые тебя будут немножечко ну увещевать поправлять вдохновлять терпеть будут вот таких людей это окружай себя и он пошел окунулся семь раз и он был здоров он как мальчик стал представляете дядя который с него спадала все просто плоть спадала гнила он стал как мальчик кожа была нежная и тогда он понял что какой смысл гордиться ты умираешь какой смысл те гордиться прими истину но было сложно но он смог победить себя чтобы принять истину нужно отвергнуть себя друзья а это очень больно а это очень трудно и она 1 11 говорит пришел к своим и свои его что не приняли вы понимаете что он пришел к своим он не просто при он бы мог пойти куда угодно его везде бы приняли его принимали грешники его открывали свои дома но к своим пришел потому что это обетование бога сам бог обещал аврааму что он будет благословен и бог хотел исполнить и бог исполнил свое слово он послал иисуса но его отвергли его отвергли но есть 12 стих и она 1 12 а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими он дал власть быть детьми бога кому он дал такую власть тем кто принял истина пришла к своим свои сказали не 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 нам это не надо это мне не подходит и а мне это не нравится не у меня я я ну вот такого иисуса я не хочу как бы принять вот если бы соломон пришел номер два его я бы принял знаете соломон олицетворение богатства и почему израильский народ они отвергли иисуса потому что странные учения у иисуса эти ударили по одной щеке это же не говорил как кто-то из учеников это говорил сам господь поставь вторую щеку ну и кому такое нравится над тобой в мире издевались тебя пинали унижали ты пришел в церковь и тебя еще здесь поймать еще говорят если тебя ударили такой думаешь хотя бы заступились бы а тут тебе говорят вторую щеку поставляю такой думаешь ноу вторую щеку можно поверить в бога но не принять его многие люди сегодня верят в бога идут в ад они идут в ад знаете кому к верующему дьяволу знаете что дьявол верующий если мы думаем что мы верующие дьявол тоже верующий и он же сам был на этих собраниях на божественных сам на небесах был написано бесы веруют и трепещут от того что ты веруешь еще ничего то есть это еще не конец твоей жизни а насколько ты послушан насколько ты принял потому что ты можешь верить но не принять они видели потому что сам никодим пришел к иисусу и сказал мы знаем что ты от бога ребята в чем тогда у вас проблем почему не принимаете ты знаешь ты знаешь тогда вскроются все наши махинации тогда мы будем открыты а мы меняться то не хотим наши чтобы погоны полетели имена понимаете то есть если мы запустим истину внутри нас а у нас там шуры муры леший там бродит пойти в этом омуте они знали что иисус от бога знали но отвергли друзья братья сестры верующие и христиане верующие дети божьи если мы верим но мы не принимаем мы лишаем себя жизни мы лишаем себя преображения лучшее лекарство от болезней от боли от разочарований это истина если бы вы верили поверили в это вы бы сейчас танцевали и кричали и хвалили бы бога если бы в это поверили вы не верите в это вы не верите в это моя мама когда мы были маленькие еще семья она лежала парализованно и и парализовала и она не двигалась лежала 6 детей понимаете и мал мала я был вообще маленький я шестой и вот мама лежит она верит бога верила в бога она верила что если служитель помолится то она исцелиться она как-то не научилась может быть напрямую от господа получать но она верила зато так и это работало понимает главное чтоб работала надо найти свой метод как ты сможешь практически получать ответы от бога и вот она верила что если пастор если служитель церкви положит руку помолится в общем бог ответит ему и она уже будет ожидать этот ответ его знаете что она послала моего отца в церковь где было пробуждение к лидеру пробуждения мой отец верит чудеса но знаете не в такие как бы что вот так вот прям помолился и раз ответил вот когда если вся церковь молится там ну в общем немножко по-другому и вы знаете он приходит мой отец приходит он был вынужден идти потому что жена парализованная он приходит к этому служителю и говорит помолись пожалуйста у меня жена беременна парализованная среди что он слышит в ответ для моего отца баптиста если кто понимает если кто слышал есть такая динаминация баптисты услышать такое это нонсенс это можно вот а это наш так можно вот так глаза наш проглотил так и ходить потом понимаешь но обдумывать а он ему говорит коротко ясно мы же хотим чтобы было все просто зачем нам что-то усложнять он услышал иди домой твоя жена здорово вот такую услышать он привык так что вся церковь на колени опустится все будут плакать бабушки в церкви поднимут плач и этот плач вы ангелами вознесется до небес и господь рассмотрит плачут плачут значит надо ответить тут просто простая формула прими ее прими истину в свою жизнь иди домой твоя жена здорова он не при он дайте он был как разочарован понимаете и и он поехал домой поехал приехал домой а жена лежит она не встала так все проблема тогда пастор ошибся или в чем проблема то жена как лежала так же и лежит но мама спросила у него ну что там что молились там ли что да говорит он сказал что ты здорова и мама услышала это слово приняла и встала она встала в этот же момент парализованный человек вот если вы не верите да вы пойдите к парализованному человеку вы увидите что он не встанет какие-то упражнения я не знаю какие-то там меня на процедуры какие-то но просто парализованно он не может стать даже если у тебя спину прихватила до продуло ты напрягся ты не можешь подняться как ты обычно поднимаешься а здесь ты парализован понимаете человек принял истину а отец мой был носителем истины он просто донес ее ну и что почтальон он свою миссию выполнил понимаете не он говорит я тоже молился я там торт слава богу но истина она простая мы усложняем все и она 1837 пила сказал ему и так ты царь иисус отвечал ты говоришь что я царь я на то и родился и на то и пришел в мир чтобы свидетельствовать о истине всякий кто от истины слушает глаза моего пилат сказал ему что естественно и сказав это опять вышел к иудеям и сказал им я никакой вины не нахожу в нем пилат спросил у истины что естественно и ушел понимаете что можно ходить вокруг истины не принять ее у вас истина дома лежит на полке это слово божье но вы готовы больше принимать лекарства чем истину а истина это тоже лекарство а скажите нет я поспорю один мой знакомый верующий христианин служитель он у них заболел ребенок по моему сын был но это было много лет назад он еще маленький был и врачи написали прописали принятие таблеток лекарств каких-то и он говорит мы молились молились и знаете там и нужно было принимать несколько раз в день и он говорит мы молились молились и к нам пришло такое на сердце горит женой чтобы вместо лекарств давать ему слово божье просто цитировать истину цитировать слово божье в жизнь ребенка и вы знаете он выздоровел он выздоровел я понимаю я не призываю вас выкидывать таблетки или выкидывать медикаменты выкидывайте плохие вещи если вам нравится пить медикаменты это ваш выбор я не призываю я просто говорю что есть истина которая освобождает иисус сказал познайте истину и истина сделает вас свободными то что произошло с вартимеем то помнит слепой кто что произошло с женщиной страдавший кровотечением то что произошло с человеком у кого была сухая рука иисус заходит в храм и у человека сухая рука сухая рука это как полотенце висит просто он не может ее вот так поднять он не может ничего и делать она висит иисус говорит ему выйдя на середину уже послушание протяни руку свою не подожди иисус у нас делается так ты сначала исцеляешь потом говори выходи на середину и теперь протяни руку покажи всем что ты исцелен вот это наша логика это наше душевное понимание но иисус говорит сухорукому почему потому что иисус в бытие 1 3 уже говорил с у этой темной земле он продолжает в этом же духе говорить он говорит несуществующему как существующее и он говорит сухоруком протяни руку а мы говорим иисус у нас так не делается ты сначала ему руку исцели дай ему почувствовать и потом говори протяни руку против еще раз по подними наверх подними в сторону понимаешь а иисус говорит человеку который не просто протянуть руку не может он ничего не может он просто может взять эту руку закинуть на плечо понимаете с помощью другой руки почему это написано в библии вот это и есть истина он говорит человеку которого мертвая рука она не может работать она ничего не может делать но если он примет решение только при принять только вот доли секунды он принял решение послушаться и протянуть и он протянул эту руку представьте он принял эту истину если бы этот человек сказал так я не могу я пробовал это всю жизнь я не могу иисус если бы ты исцелил и сказал протяни я бы протянул и так ноги верующие думают вот если меня господь исцелил я бы вышел и засвидетельствовал я здоров да но иисус уже сказал в прошедшем времени не в будущем в прошедшем временем ранами моими вы исцелились если ты примешь эту истину у тебя будет стопроцентное исцеление тебе нужно принять эту истину и и здесь конфликт здесь конфликт потому что наша душа она по-другому думает она по-другому мыслит у нее комбинации совершенно все по-другому она не может поверить что бог всемогущий и когда человек понимаете человеку нужно принять решение я верю этому слову это означает я подчиняюсь я послал я слушаюсь человек который не мог даже не поднимал руки он не чувствовал ее ему иисус год протяни руку он принял решение мозгов своим разумом я согласен с тобой иисус я это сделаю с твоей помощью это все доли секунды и он берет и рука вырастает как только ты принимаешь истину моментальное чудо происходит может быть процесс например как у десяти прокаженных да у них чуть чуть больше заняло чудо ну на несколько минут десять прокаженных стояли вдали и кричали иисус помилуй нас помилуй нас иисус говорит идите покажите священнику знаете что этого нельзя было делать не то что священников нельзя было заражать к простым людям подходить нельзя было потому что проказа могла по воздуху перенести заразить человека вот вы например да допустим вот ну нормальная среда не сверхъестественная нормальная среда у человека на пресс сопли кашель такой реально прям все болит вы же не пойдете в общество правильно вы же не по потом ну это маленькие дети там или что-то вы же заразите их да ну если вы гриппозный так грипп у вас вы же понимаете что вы скажете слушай во избежание там ну недопонимание там и чтобы вы не заболели я как бы воздержусь не приду сегодня ну подлечусь там или что-то да ну мы понимаем что человек может заразить кого-то а представьте здесь прокаженные по воздуху проказа передается а иисус им говорит идите к священнику типа зарази их пусть помолятся смотрите когда они пошли когда они пошли а им нельзя было идти прокаженным нельзя было ходить не к священнику они были нечистыми нельзя было идти к священнику нельзя было идти к людям если ты далеко от людей проходил если ты был прокаженным ты должен был кричать нечист 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 тебя еще могли кидать камни уходи отсюда подальше от наших у нас тут женщины дети а ты заразный ходишь уходи отсюда пошел пошел понимаешь и поэтому быть прокаженным это ужасно то ужасно да ты и отвержен из общества ты выкинут и не может быть в обществе но они докричались до истины они докричались до иисуса иисус говорит идите покажитесь священнику и что они сделали они приняли эту истину они пошли показываться священнику но они не дошли до священника они только приняли решение идти и сделать как сказал иисус и а когда они шли они очистились как неужели такое может быть так просто так быстро такая неизлечима болезнь так быстро закончила свое существование так быстро они исцелились да у истины так работает как дошли они очистились они еще не дошли до священника они уже были чистыми потому что они приняли истину они поверили в нее и они ее приняли как земля рыхлая земля принимает семена и написано один из них только один из них решил воздать богу люди неблагодарные бог для них столько делает друзья нам нужно благодарить бога как своими жизнями свидетельствовать служить прославлять его рассказывать другим господь заинтересован чтобы ты был рекламной визитной карточкой его царства чтобы люди ходили смотрели на тебя так что с этими людьми произошло что с вартимеем женщины с человеком сухоруким здесь упрокаженными они все приняли истину у них другого варианта не было понимаете вот когда у тебя лежит таблетка гора таблеток лекарств или библия у тебя есть два варианта и ты такой не работает библия как-то говорил исповедовал верил пойду таблетку закинул и о классно полегчало голова прошла и ты такой в таблетки уверовал вот твоя истина слушайте у этих людей не было варианта б женщина которая искала от медицины помощь она разочаровалась написано она потратила все деньги а мы знаем что тратят обычно не бедные люди а богатый женщина была при деньгах бедные к врачам не ходят вам известно это потому что врачи стоят и тогда стоили и сейчас и всегда врачи стоили денег и написано все исчерпала ко всем врачам сходила никто и не помог а истина помогла ей смотрите как женщина она приняла эту истину она внутри себя зачала от истины она сказала если прикоснусь в выздорове вот она истина а почему она так говорила но не на ровном месте написано кто-то рассказал я об исусе да так рассказал вот как она поверила то есть качество свидетельства очень важно как ты рассказываешь об исусе это очень важно так люди и будут верить если ты скажешь там приди к иисусу и и бог тебе просто грехи простит он в этой поверить что просто грехи простит но с деньгами не поможет дома не поможет нигде и чем тебя больше не будет ты будешь таким бедненьким и глупеньким а этой женщине рассказали написано услышав об исусе короткая фраза услышав об исусе она услышала об истине потому что пилат у иисуса спрашивает что есть истина пилат ты неправильно задаешь вопрос кто есть истина истина это личность истина это слово божье слово бога кому сегодня поверишь ты кому сегодня поверишь ты у нас есть выбор в европе есть выбор поверьте ты можешь надеяться на доход на свой ты можешь надеяться на каких-то знакомства знаете вот например я разговаривал с пастором из нигерии он говорит у нас есть и например человек шел сломал ногу он не идет в больницу это дорого у них нет денег он идет в церковь это за я подзавис думаю вау вау у нас если люди придут воскресенье с мы радуемся а тут просто знаете ногу сломал он не идет больница у него логика такая надо идти в церковь а почему потому что хорошие врачи там они помолятся и нога будет здоровая аллилуйя